Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. С добрым утром и со стартом новой рабочей недели. С новым утром понедельника. Специально для того, чтобы ваш понедельник был приятнее. Здесь с вами мы, а мы Таис Розумовская и Дмитрий Спилаков. Ну и как всегда рассказываем обо всем самым интересном из того, что происходит в мире. В частности, сегодня поведаем о бургерах на светском раунте в Белом доме. О том, как скрасить домашний арест. О том, как спасти от смерти с помощью пива. И еще об изменениях Ютуба и поющем таксисте. 21 января 1954 года с верфи Гроттона американского штата Коннектикут в присутствии президента Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка. Видимо, влияние Романа «20 тысяч лье под водой» было настолько сильным, что ее назвали «Наутилусом». А через 8 месяцев она была принята на вооружение Соединенных Штатов Америки. «Наутилус» также стала первой субмариной, которая прошла с Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года. Сегодня 5 стран – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция – используют больше 100 атомных подводных лодок. А первенец «Наутилус» стоит в Гроттоне у мемориального причала. А как звали капитана, догадываешься? Угу. Также сегодня мировая общественность отмечает Всемирный день объятий. Согласно правилам поведения этого дня, сегодня можно обнимать везде, кого угодно, даже абсолютно незнакомых вам людей. Считается, что инициаторами этого праздника являются студенты, которые не только вечно голодные, но и вечно жаждут, судя по всему, человеческого тепла. Именно в этот день парни и девушки обнимают друг друга без всякой интимной подоплеки. Кстати, именно в этот день проводятся различные флешмобы. 21 января можно обнимать кого угодно. И говорят по легенде, что во время объятий люди обмениваются душевным теплом. 21 января 1960 года родился Дмитрий Хратьян. В 1987 году он сыграл в одной из главных ролей в фильме «Гардемарина вперед» и после этого стал любимцем огромного количества девушек и женщин. Хратьяну пачками приходили письма в течение четырех лет. Его называли лучшим актером страны. А вообще есть такое подозрение, что актер этот съел какую-то пилюлю молодости. Он абсолютно не меняется за эти годы. Чуть-чуть, но вот последние пару десятков лет так точно. Всего Хратьян сыграл более 90 ролей. И в настоящее время, помимо съемок в кино, он также принимает участие в различных спектаклях московских театров. Также выступает с концертными программами. Ведет различные телепроекты. Сидит в жюри программы КВН, ну и еще во множестве-множестве других развлекательных мероприятий. Ну и в завершении этой рубрики, перед тем, как мы расскажем, кто сегодня отмечает именины, хочу напомнить об одном обещании, которое дала моя коллега Таиса Разумовская. Она сказала, Дима, в следующий раз, когда ты будешь отмечать свои именины, я приготовлю тортик. Я забыла. Итак, сегодня именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгения, Иван, Илья, Михаил и Юлиан. Поздравляйте своих друзей, знакомых, родственников с такими именами, а мы продолжаем наше утро. Тортик где? В следующий раз точно будет, честно-честно. Не так давно мы рассказывали о том, какие изменения коснутся в наступившем году граждан Молдовы и что же нового нас ждет. Да, и сегодня мы решили продолжить эту тему. Итак, прямо сейчас новости для бизнесменов, экспортеров, курильщиков и бухгалтеров. В нынешнем году правительство, по-видимому, решило никого не оставить без внимания. Новые законы одним пополнят семейный бюджет, а другим, наоборот, разорят. С нового года в республике значительно поднялись цены на табачную продукцию. Сигареты с фильтром подорожали на 4 ле и теперь стоят 25. Поднялась цена и на сигареты без фильтра с 14 до 19 ле. Продажа табачной продукции ниже установленной стоимости грозит штрафом не менее чем в 1000 ле. Нововведения коснулись и политических партий. Вступивший в силу новый механизм финансирования из госбюджета предусматривает дополнительные выплаты тем фракциям, в ряды в которых вступят женщины и молодежь. В Кишиневе с 1 января увеличились местные сборы. Владельцы супермаркетов, магазинов, аптек и крытых рынков теперь будут выплачивать в городской бюджет как минимум на 600 ле и больше. На 5 ле и станет дороже каждый квадратный метр торговых центров. Подорожает и функционирование кафе, ресторанов, салонов красоты, массажных кабинетов, турагентств и гостиниц. А вот для сельхозпроизводителей новости более радостные. С начала этого года Россия отменила пошлины на овощи, фрукты, виноград и винодельческую продукцию. Первая партия яблок накануне уже была успешно доставлена в Российскую Федерацию. Под пристальным вниманием налоговой службы теперь находятся физические лица, совершающие крупные сделки и денежные операции. Речь идет о сумме, превышающей 100 тысяч леев. Данные о покупке автомобиля стоимостью более 300 тысяч леев также будут поступать в налоговую от дилеров и автосалонов. Если же продавцы не предоставят информацию о дорогой покупке, то они рискуют заплатить штраф. А вот на топливо с 1 марта Национальное агентство по урегулированию в энергетике больше не будет устанавливать цены. Этим правом теперь воспользуются владельцы автозаправочных станций, но с учетом маржи не более 10%. Для бухгалтеров вступил в силу новый закон, предусматривающий, что теперь отчеты они будут отправлять по электронной почте или загружать в систему публичного депозитария финансовой отчетности. Автовладельцы смогут избежать уголовной ответственности в случае нанесения травм легкой тяжести в ДТП. Это станет возможным, если пострадавший простит водителя и откажется от дальнейших разбирательств. С начала этого года снизились цены на медицинское обслуживание от 20 до 100 леев. Некоторые услуги из списка исключили, другие наоборот, добавили. А семейные врачи теперь могут заниматься частной практикой и открывать индивидуальные кабинеты. Для этого необходимо подать заявку в Министерство здравоохранения. Когда мы подбирали новости для сегодняшней программы, я обратила внимание на заголовок. Сперва я, а потом подумала сразу же про Диму Спивакова. Наверняка ты тоже обратил на него внимание. Врачи спасли пациента от смерти при помощи 15 банок пива. Правда, инцидент произошел в одной из больниц Вьетнама. Там мужчину привели в чувство с помощью 4,5 литров пива. По словам главы реанимации, скорая помощь доставила 48-летнего Нгуена Ван Хата в больнице в тяжелом состоянии. Дело в том, что уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз из-за употребления некачественного алкоголя. Доктора приняли решение влить в организм мужчины 3 банки пива по 0,3 литра из-за содержания в нем этанола, который является антидотом метанола. Это помогло, потому что и потому именно в течение следующих 12 часов ему давали еще по банке пива в час. А мне кажется, это прекрасно, когда ты лежишь в больнице, а тебе... Вливают пиво. Причем, вот мне интересно, если он в бессознанке, как его? Ему в капельницу делали? Наверняка, да. Пивная капельница. Ты понимаешь, это то, о чем по понедельникам... А после Нового года мечтали все, 1 января. Да, и по понедельникам практически половина населения нашей страны тоже нет-нет подумывает об этом. Все это время, тем не менее, если отставить шутки в стороны, врачи все это время проводили гемодиализ, это очистка крови с помощью специального аппарата от смертельно опасных токсинов. В результате пациенту действительно стало лучше. Через 3 недели его выписали из больницы, и он полностью выздоровел. Доктор Лам объяснил, что алкоголь может поступать в организм человека в двух формах. Это этиловый спирт и метиловый спирт. Второй, метиловый, представляет смертельную опасность для человека из-за того, что окисляется до ядовитого формальдегида. При поступлении в организм этанола и метанола печень отдает предпочтение обработке этанола. Этим, кстати, и воспользовались врачи, когда выбирали метод лечения. А вот каким новостям отдаст предпочтение наша коллега Олеся Кайряк, сейчас и узнаем, как всегда, утренний выпуск новостей. Олеся, доброго тебе утра. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители РТР Молдова. Рада приветствовать вас в начале новой недели. И давайте узнаем, что нам принес этот день. Диаспору приглашают принять активное участие в парламентских выборах. Для удобства находящихся за границей граждан Молдовы Министерство иностранных дел увеличило количество избирательных участков и брюйтений. Проголосовать за рубежом смогут более 625 тысяч наших сограждан. Проект решения принял на заседании Кабинет министров. Согласно постановлению правительства, количество предстоящих к открытию избирательных участков увеличат на 25 процентов со 100 до 125. На 40 процентов возросло число участков в России. Их откроют в количестве 11. В Португалии и Испании участков станет больше на 25 процентов. На предстоящих выборах их количество составит по 5 единиц в каждой стране. Больше всего участков откроют в Италии – 29. В Румынии их будет 12. Мед учел предыдущий опыт, когда проголосовать за границей все желающие не смогли, и количество бюллетеней было решено увеличить. Было повышено максимальное количество бюллетеней, которые будут выданы одному избирательному участку, с 3 тысяч до 5 тысяч бюллетеней. Если посчитать 125 избирательных участков, по 5 тысяч бюллетеней в каждом выходит, что теоретически проголосовать смогут 625 тысяч граждан из диаспоры. Во время заседания правительство объявило и о кадровых изменениях в составе Кабинета министров. Сегодня Минздрав, МВД, Минпросвет и Минсельхоз представляли генеральные секретари, поскольку их главы – Сильвия Радо, Александр Жездан, Моника Бабук и Николай Чубук – выступают в качестве кандидатов в депутаты от ДПМ и в предвыборный период не имеют права возглавлять министерство. В числе кандидатов от Демпартии числится и Кристина Лесник, которая в 2017 году была назначена вице-премьером по реинтеграции. Она также была отстранена от должности на время предвыборной гонки. Масштабную кампанию по предотвращению коррупции запускает молдавская полиция. Работу проведут с правоохранителями и простыми гражданами. Запланированные действия поделили на три этапа. На пресс-конференции, посвященной запуску кампании, глава генинспектората полиции Александр Пынзарь напомнил, что коррупция является преступлением, а сделка совестью наказывается в том числе лишением свободы. Нет коррупции в полиции. По таким лозунгам в течение нескольких месяцев будет проходить кампания по осведомлению населения о недопустимости коррупции в рядах сотрудников генинспектората полиции. На первом этапе будут проведены семинары с самими сотрудниками ведомства. Мы проведем 56 рабочих семинаров с участием экспертов в этой области. Мы будем проводить и конкурсы. Вместе с представителями гражданского общества мы покажем, как воспринимается коррупция и как ее можно предотвратить. Также генинспекторат создаст страницу в соцсетях, посвященную теме коррупции, и будет проводить информационные семинары для граждан. Александр Пынзарь напомнил, что коррупционер рискует оказаться за решеткой, но старательность и честность будут награждены. Сотрудники полиции, которые во время кампании будут служить примером для остальных, получат медали. Мы обязуемся оценивать по достоинству тех сотрудников полиции, которые показали свой профессионализм и неподкупность. И мы призываем весь служебный состав генерального инспектората полиции работать добросовестно. Ранее руководство генинспектората наградило медалями 68 сотрудников за целостность и неподкупность. Однако, по данным ведомства, в прошлом году более 70 сотрудников полиции попали под подозрение в коррупции. Продолжаем наш утренний новостной блок. Известному молдавскому юмористу Георгия Урске исполнился 71 год. Свой день рождения он отмечал, как всегда, в кругу близких и друзей, но под прицелом телекамер. После инсульта образ жизни маэстро изменился, но отношение к его таланту осталось прежним. Поклонники по-прежнему восхищаются, а коллеги играют спектакли по мотивам его пьес. 18 января в доме Георгия Урске гости с самого утра. В прихожей не протолкнуться. Друзья, коллеги, журналисты на сцене свой день рождения сатирик больше не отмечает. В 2011 он перенес инсульт, который основательно подкосил здоровье и заставил изменить образ жизни. Однако неизменным осталось восхищение поклонников его талантом. Здоровье ему побольше позитивных эмоций. И чтобы знал, что его не забыли, мы любим его. Он – достояние нашего народа. Именинника завалили подарками. Среди них торт книга его же авторства, а еще вот эти очаровательные хрюшки. Дарить сатирику в день рождения символ годом – традиция давняя. Актеры театра Лучафару тоже приготовили сюрприз. Они сыграли сцену из пьесы «Урский тестаментул». Известный молдавский сатирик после окончания в Москве Щукинского театрального училища долгое время работал в столичном театре Лучафару. Играл в постановках, ставил спектакли, писал книги, выступал с концертами. За заслуги в развитии жанра художественной сатиры удостоен звания народного артиста. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. А на данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного начала новой недели. Коллеги, вам слово. Олеся, спасибо тебе большое за свежую подборку новостей. Ну а что же еще интересного произошло в мире за выходные, расскажем далее. Есть некоторые блюда, которые на завтрак крайне полезны. И есть некоторые блюда, которые моя коллега Таиса Разумовская готовит буквально каждый день. Только по четвергам у нее овсянка, а вот все остальные дни она готовит фритату, которую мы прямо сейчас с вами тоже будем готовить. Фритата – это итальянский омлет, это очень вкусно, очень сытно, очень питательно. И весьма вносит такое хорошее разнообразие в обычные омлеты. Приступим. Он делается очень интересно. У нас прекрасный набор продуктов, но, что характерно, можно использовать практически все продукты, которые есть у вас в холодильнике. В чем же особенность фритаты? В том, что сперва овощи, ветчина, сыр, все это обжаривается на сковороде, потом заливается такой вот яичной смесью омлетной, а потом он допекается в духовке. В этом его преимущество. В общем, друзья, все, что есть в холодильнике, годится для фритаты. То есть, в принципе, так итальянцы изобрели это блюдо. Они собрали все то, что валялось в холодильнике, начали готовить. Долго не могли придумать, как же весь этот каламбур им назвать. Придумали слово фритата, потому что с итальянского фритата означает бардак. Вот, смели бардак, закинули весь этот бардак в сковороду, в нашем случае у нас вог, ну и обжарили, и получается вкусно. Кстати, ты в чем-то прав, потому что на самом деле фритата это крестьянское блюдо. Смотри, я на ходу придумываю, понимаешь, а ты говоришь, что я прав. Это правда, потому что это крестьянское блюдо, и вообще разновидность, допустим, неаполитанской фритаты готовится только с использованием макарон, пасты, то есть и лукопаре. То есть то, что остается с, допустим, обеда или ужина вчерашнего, вполне себе используется и для завтрака. Я тебе скажу, что полстраны завтракает фритатой у нас. Это правда. Вот то, что с ужина остается... То заливаешь яйцом, да-да-да. Получается идеальный вариант завтрака. На самом деле, это неплохой вариант для воскресного завтрака, если вам никуда не надо, например, на работу и так далее, и так далее, потому что в составе есть лук и чеснок. Да. Если вы хотите все-таки приготовить какой-нибудь вариант фритаты для обычного трудового дня, в этом случае чеснок можно убрать. Кстати, есть еще такая классная штука, как сушеный чеснок. Есть еще, я не помню, как называется, заменитель чеснока. Вкус есть, запаха нет. Прекрасно. Насчет заменителя ничего не знаю. Я знаю, что очень хороший лайфхак такой, это вытащить горькую сердцевинку, которая и дает горечь, и тот самый запах, которого все стремятся избежать. Потом ты складываешь эти сердцевинки, засушиваешь их, и получается прекрасный амулет от вампиров. Это правда. Или же от любовницы для мужа. То есть можно ему давать его с собой, пускай ходит, и чтобы никакая зараза не прилипла, как говорится. На самом деле все зависит от того количества лет, которые прожиты вместе. Это правда. Потому что после 20 лет совместной жизни ни один амулет не поможет. Ну, в общем, оставим досужие раздумы. Ты мне дай, пожалуйста, деревянную лопаточку. Объясняю, что мы делаем пока. Значит, сперва, в первую очередь, небольшими такими маленькими кубиками режем чесночок. И туда же полукольцами добавляем лук. Все это обжариваем, чтобы масло напиталось ароматом. Есть одна маленькая хитрость. Дело в том, что когда вы долго обжариваете чеснок, он начинает немного горчить. Поэтому если вы хотите, чтобы у блюда была ароматика чеснока, но при этом не было этой существенной горчинки, как, например, в том случае, когда вы жарите картофель по-домашнему, вы знаете, что потом бросаете чесночок, аромат прекрасный, но попадается вот на зуб этот подгоревший кусочек чеснока, он горький. Ух, досадно прямо. Поэтому что вы делаете? Что? Я сейчас, значит, вы разогреваете масло, кидаете туда вот так вот кусочки чеснока, немного их обжариваете. После этого чесночок можно убрать, потому что масло весь куст чеснока уже впитает. Однако я такого лайфхака не знала. Хорошо, я буду им пользоваться. Хорошо. Что же будем делать после того, как лук и чеснок обжарим? Добавим туда овощи. Это может быть кабачок, цукини, синий. Если вы хотите помидоры, перец, все зависит только от ваших вкусов и от наличия продукта в вашем холодильнике. Я думаю, что одной луковицы нам хватит. Да, может быть, но с другой стороны... Да, давай, давай, одну луковицу. Одной хватит. Это да. Мы потом ломтиками режем овощи, тоненькими желательно, для того, чтобы все равномерно прожарилось. После этого натираем сыр на терке. Ну и пока у нас готовятся овощи, обжариваются, мы будем взбалтывать яичную смесь. Опять же, одна хитрость, когда вы натираете сыр. Если вы лицо, которое ответственно за приготовление блюда, в этом случае сыр натирайте смело. Никому не доверяйте, потому что, поверьте, Тасяному горькому опыту, когда кто-то посторонний натирает сыр, он почему-то странно уменьшается в количествах. Это правда. Он испаряется молниеносно. На самом деле, чего стоит, чтобы весь этот набор продуктов вообще оказался в кадре до съемок? Потому что налетает коршун Дима и все пытается умять еще до начала съемок. Есть еще одна хитрость, которая связана с сыром. Если вы хотите, правда, вкусный сыр, который будет очень классно украшать это блюдо, обычно итальянцы используют пармезан. Твердый сыр, который как раз рассыпается и так далее. Давай я вытащу чесночок. Давай. И закину туда лук. Так вот, пармезана, сыр довольно дорогой. Пармезано. Пармезано, извините, пожалуйста. Кстати, в оригинальном крестьянском варианте фритата используется пармезан, хотя для нашего уха это звучит несколько... Это звучит помпезно и пафосно. Это правда. Поэтому можно использовать чуть более дешевый вариант такого же сыра, Грана Падана называется, в любом магазине есть. Кстати, стоит действительно дешевле, а в принципе... На вкус разницы, поверьте, вы не почувствуете. Это правда. В принципе, это тот же пармезан, который готовится немножко в другом уголке Италии. На вкус он очень похож, поэтому, правда, вот даже если два куска сыра поставить перед вами, разницы вы не увидите. Ну и к слову о сыре, если уж действительно хотите добавлять его в свою фритату, то можете его выбрать по своему вкусу. Желательно все-таки, чтобы он был твердым. Итак, давай-ка лук туда, и пока он будет обжариваться, предлагаю тебе нарезать кабачок. Кабачок. Кстати, да, можно использовать и цукини. Можно, конечно, без проблем. Однако обычно как? Вы берете какой-нибудь заморский рецепт, видите, там цукини. В принципе, можете смело брать кабачок. Особой разницы на вкус я, опять же, не чувствую. Цукини дороже. Но при этом цукини имеет красивый цвет. Это правда. Ну и сам факт того, что ты готовишь из цукини, это всегда... Кстати, я слышала, что... Из цукини это такое блюдо, знаешь, из цукини. Сейчас, кстати, вошло в моду блюдо, паста из овощей. То есть, допустим, чуть-чуть тоньше. Тоньше, пожалуйста. Все должно быть очень тоненько. У нас, у веганов, вернее, у нас. Давно? Нет, 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 я еще пока... Нет, я еще, как видишь, ветчина у меня лежит рядом, и я не падаю в обморок. Давай проверим. Ах, нет, запах хороший, хороший. Нет, ты точно веган. Потому что не веганы, когда чувствуют с утра на голодных желудок запах, ветчины начинают слегка падать в обморок. Нет, еще... В глазах мутнеет, белеет. В общем-то, делают пасту теперь и из овощей. То есть, представь себе, вот так вот тоненькими такими режут... Есть даже специальные для этого аппараты такие, которые из всех овощей нарезают тоненькие полосочки для того, чтобы можно было их потом отварить или запечь, сделать их соусом. Ну, в общем, все как по классике, но только действительно никаких тебе мясных соусов. Ну и, конечно, если уж вы сыроед, тем более, то вполне себе из овощей паста вам подойдет. Перец, сладкий перец мы нарезаем кубиками, небольшими, ну, лишь большими. Все зависит, опять же, от... Аккуратно, пожалуйста. Дима опять свои экзерсисы пытается... Нет, просто если у вас есть детки, которые только учатся обращаться с ножами, выставляете вот такие вот две колоночки из овощей и делаете вот так. Ого! Я деткам бы не рискнула бы такое давать, пробовать. Я кидаю туда же? Да, конечно. Или мы еще немножко подобжарим лук? Давай еще чуть-чуть лук дадим. Кстати, я очень люблю, когда лук карамелизуется. Для этого стоит добавить пол-ложечки сахара, буквально чуть-чуть. Это может быть любой сахар, но он при этом покрывается такой приятной карамельной корочкой и очень вкусно потом. Кстати, да, если вы карамелизуете сахар, можно использовать немножко и сливочного масла. В этом случае будет еще вкуснее. Это так. Так, нам надо скорее отправлять овощи сюда. Да. Потому что время бежит молниеносно. Разгревать пока духовку. Да, а мы уже разогрели ее предварительно. Она у нас греется. Да, все, отправляем сюда цукини-бачки. Это просто кабачки, да. Просто кабачки. Просто кабачки. И сразу же приступай к синим. Тоже их туда отправлять. Тоже туда отправлять. Хорошо. Они, в принципе, кабачок чуть-чуть быстрее готовится, потому что он более нежной текстурой. Но, в целом, учитывая, что все это сперва обжаривается вместе, потом запекается, доходит до состояния готовности в духовке. Я думаю, что в любом случае все приготовится. Есть у нас к вам, кстати, небольшое предложение. Сейчас у нас возникло практически экспромтом. Судя по всему, у тебя сейчас что-то возникло экспромтом. Я боюсь такого. У меня экспромтом возникает желание съесть ветчину. Давайте сделаем так. Проведем небольшой конкурс того, что обычно на завтрак едите вы. Отправляйте нам свои варианты на нашу страничку в фейсбуке. Новое утро. Телеканал.ртр.ртр.молдова Либо пишите в директ в инстаграм новоеутро.ртр Выберем какой-нибудь классный рецепт, приготовим его, а автор самого интересного получит подарок. Хорошая идея. А вот по каким критериям будем выбирать? А вот какой нам больше понравится, тот и выберем. Хорошо. И будем готовить его вместе? Не будем мудрствовать лукаво. Да. И с тобой вместе приготовим. Ой, прекрасно. Так. Все, у нас буквально последние приготовительные до яичной смеси моменты, маневры. Мы тут натираем сыр, ну как мы, Дима натирает, я нарезаю ветчину кубиками. А это тот самый рискованный момент, о котором я говорил. В данном случае у нас стоит, соответственно, за приготовление этого блюда, поэтому сыр таинственным образом... Кстати, посмотри налево, налево посмотри. Ага, все, понятно. Вот так это и работает. Ну что же, когда мы все это бросим туда, дадим чуть-чуть пожариться овощам, и после этого будем заливать их яичной смесью. Данный материал содержит элементы рекламы. Пришло время добавить ветчину в нашу фритату. Обязательно. Это пока еще не фритата, это только смесь для нее овощная. Напомню о том, что овощи там любые, то есть, в общем, что хотите, то и делайте. Ветчина уже, в принципе, готовая, то есть ее надо только для аромата. Кстати, а как ты так незаметно помидорки добавила? Помидорки? А вот такая вот я худесница. А, помодоро. Помидоро. Ну все. Помимо этого, помимо этого, мы только что добавили ветчино-ро. Ну раз мы сегодня, да. Цукино-ро и баклажон-но-ро. Баклажон-но. Баклажон-но. Ты как очень говоришь. Главное, прононс правильный. В общем-то, давай. Да, теперь что мы добавляем? Яйцо. Все, теперь уже взболтанная яичная смесь. Там 6 яиц, полстакана молока, естественно, соль, перец. Все, можно лить. Если вдруг в воскресенье к вам приходит футбольная команда, это блюдо самое то. На самом деле, завтрак на несколько человек, на семью, я думаю, что на родителей с детьми, очень даже. Так, чуть-чуть распределяем. Сразу же после этого добавляй сыр сверху. Вот прям щедрой рукой, да? Конечно. Все, что ты натер, можешь сюда добавить. А я потом добавлю зеленушки. У нас петрушка можно добавить, укропа можно, орегано. В общем, все, какие травки вы хотите. Вот так вот щедро-щедро сыпь. Так, я понимаю, что вот сыр нам надо еще добавлять. Думаешь? Куда ты делала терку? Я ее спрятала. Надежно. Вечно вы женщина. Так, подожди. Я еще дотру сыр. В общем, друзья, что мы дальше делаем? Рассказываю. Мы дотираем сыр. Да, медленный огонь. Должен быть обязательно медленный огонь для того, чтобы чуть-чуть успели схватиться края омлетной смеси возле сковородки. Но при этом, то есть 5 минут где-то медленный огонь, можно под крышкой, можно нет. Центр должен остаться еще не пропеченным, таким жидковатым. И после этого мы добавляем, мы ее запекаем, шуфритату запекаем в духовке тоже на медленном огне. Маленькая хитрость. У вас остается вот такой маленький всегда кусочек пармезана. Не спешите его выбрасывать или дотирать, обрезая ногти и пальцы вот этой вот штукой. Очень просто. Вы берете вот этот маленький кусочек пармезана и делаете вот так. И просто едите. Я таки думала, а ты предсказываю. В общем-то, все. Пару минут ждем, пока схватится. И будем его грузить в наш духовой шкаф. Ура! Пришло время доставать нашу фритату. Это момент, который... Опа! Чуть не уронил. Ой, зима. Представляешь, если бы я завтрак на всю нашу съемочную бригаду уронил бы. Ужас! У меня прямо под желудки трясутся. Боже, какая она красивая. Что мы сегодня готовили? Мы сегодня готовили фритату. Это итальянский омлет с начинкой. Овощи, мясо, сыр. Даже паста, ну я имею в виду макароны, туда добавляются. Суть ее предельно, пожалуйста, можешь уже разрезать и порционно выдавать. А я пока быстренько подведу итог. Напомню, как мы все это готовили. Сперва порезали, потушили овощи с добавлением сыра, ветчины, кстати, ветчину, куриную грудку, что хотите, хоть сосиски добавляйте. После этого мы, после того, как потушили овощи, поджарили, туда добавили яичную смесь взболтанную. Шесть яиц, полстакана молока, соль, перец, естественно, по вкусу. Затерли все это пармезаном сверху, посыпали зеленушкой. Это может быть любая зелень по вашему выбору. Ну и, собственно, вот он, сытный, питательный, очень вкусный итальянский завтрак фритата для всей вашей семьи готов. Конечно, не столь быстрый процесс, наверное, это стоит оставить его приготовление на выходные дни, для того, чтобы было вдоволь времени насладиться. Ну а потом зато может вся семья собраться, вкушая это изумительное блюдо. Ну что же. Ну, как говорят, вы знаете, нет ничего многословнее, чем томительная тишина. Поэтому сейчас вкушаем, вам желаем приятного аппетита. Не забывайте, что завтрак должен быть полезным, питательным, что важно. Приятного аппетита. 2019 год внес коррективы в работу некоторых крупнейших в мире видеохостингов. Так, например, YouTube ввел запрет на размещение видеороликов с опасными трюками, играми и челленджами. Решение это было принято в связи с растущей популярностью различных игр, флешмобов и челленджей, которые призывают людей вызывать выполнять небезопасные задания. Принадлежащий компании Google, видеохостинг заявил, что выступает против подобного контента. Ну, то есть, если помните, когда-то года два или три назад был такой Ice Bucket Challenge, когда было необходимо себя обливать ледяной водой. А еще сейчас был Kiki Challenge популярен, когда высаживаешься из машины своей, едущей рядышком и танцуешь. Это сейчас. Но начиналось-то, в принципе, все так плюс-минус, Size Bucket Challenge. Надо было просто обливать себя ледяной водой. Это были цветочки. Тот же Kiki Challenge, это тоже ерунда, хотя... Опасно. ...было немного опасно, да. Машина в движении, ты не видишь, что прямо перед тобой, можно было впечататься лбом в столб. Так вот, теперь особое внимание YouTube обращает на Tide Pot Challenge и Fire Challenge. В первом случае подростки прокусывают капсулы с моющим порошком, а во втором случае ненадолго аккуратно себя поджигают. Что сделать категорически нереально, если ты при этом не каскадер, не пиротехник и не подготовленный человек. Нет, ну, в принципе, все возможно. Но один раз. Последний. Но это чревато. Это чревато. YouTube дала пользователям два месяца для того, чтобы они почистили свой контент и удалили все подобные опасные видео со своих каналов. Однако эксперты заявляют, что это будет непросто, поскольку порой трудно выявить, какие же видео действительно могут нанести вред, а какие нет. Я думаю, все мы с вами помним моменты из нашего детства, юношества практически, когда, помните, мы подходили к подъезду, так поднимали голову наверх, закидывали «Игорь, выходи, мы на карусели!» Это я, да, помню. Мама высовывалась из окна и отвечала, что Игорь не выйдет. Он делает уроки. Что он уроки делает. Есть еще один вариант. Не только уроками можно было отмазаться, если, допустим, Игоря не хотели выпускать на улицу. Так, например, сейчас можно было бы сказать, что Игорь не может выйти, зима, холодно, у него куртка заряжается. Да, в наш мир и век высоких технологий действительно можно просто не выйти из дому, не зарядив все свои гаджеты. Я понимаю, что теперь вот рядом с прикроватной тумбочкой, если раньше хватало там двух розеток, одна для ночника, другая там еще для чего-нибудь одного, сейчас надо ставить розеток 15. Почему? Потому что мы приходим домой после рабочего дня, и что мы заряжаем? Фитнес-браслет, айринг, кольцо вот такое вот для пальца тоже заряжаем. Часы, планшеты, мобильные телефоны, весы. Электронные сигареты, весы. Короче, что мы только не заряжаем. Куртки тоже, кроссовки теперь тоже надо заряжать. Да, кстати, и одна из ведущих мировых компаний недавно представила новинку кроссовок, умных кроссовок. Во-первых, они заряжаются, во-вторых, шнурки там сами завязываются, ну и в-третьих, эти кроссовки дружат с мобильным приложением. Что же еще интересного происходит в мире высоких технологий, расскажет наша коллега Ирина Славина. Всем привет! Это первый выпуск рубрики «Хай-Тек» в 2019 году. И я, Ирина Славина, готова рассказать вам о том, что нового произошло в области высоких технологий. Совсем недавно в Лас-Вегасе завершилась международная выставка электронных товаров. Поведать обо всех новинках, представленных на мероприятии, время не позволяет. Но, на мой взгляд, компания Intel заслуживает внимания. Прежде всего, она продемонстрировала, что по-прежнему является лидером всей компьютерной индустрии. Но, надо сказать, Intel сейчас тяжело. Компания дольше всех мучилась с новым уровнем миниатюризации. И в то время, как все мобильные игроки уже производят чипы на технологическом процессе в 7 нанометров, Intel только объявил 10-нанометровое поколение. Кстати, для тех, кто не знает, миниатюризация означает снижение электропотребления, выделение тепла при той же или большей вычислительной мощности. И здесь Intel испытывает трудности. Однако, компания нашла о чем рассказать. Главный доклад крупнейшего мирового производителя процессоров получился очень скромным по форме и порой удивительным по содержанию. Начать хотя бы с того, что Intel официально объявил о выходе на совершенно новый для себя рынок процессоров для базовых станций сотовой связи. То есть оборудование для строительства сетей пятого поколения. Прямо на сцене показали, как инженерный образец такой базовой станции передает данные со скоростью под 100 гигабит в секунду в реальном времени раздавая приоритеты абонентам. Например, для дистанционной хирургической операции важна минимальная задержка сигнала. А мобильное устройство с офисными приложениями вполне может и подождать пару десятков миллисекунд. По крайней мере, именно так это выглядело на графике. Впрочем, на самом деле это не совсем новое направление для Intel. Дело в том, что идея вынести сервер из огромного и далекого дата-центра в базовую станцию сотовой связи, то есть поближе к абоненту, это часть самой идеологии сетей пятого поколения. А процессоры для серверов – это то, в чем квалификация и опыт Intel неоспоримы. Другой вопрос. Получается, что этот опыт американской Intel портирует в область оборудования для сотовых операторов в тот момент, когда США, а вслед за ними и другие страны западного мира, явным административным образом запрещают своим сотовым операторам закупать оборудование китайской компании Huawei, глобального лидера в этой области. И все это как раз когда сети пятого поколения только закладываются. Еще одно относительно новое направление вообще и для Intel в частности – процессоры для нейросетей и решения задач искусственного интеллекта. Анонсированный в Лас-Вегасе чип получил имя Nirvana, и разработан он был в сотрудничестве с социальной сетью Facebook. А по назначению, например, распознавания изображений, он очень похож на серию процессоров TPU, которые Google создает для своих дата-центров. У Google вышло уже третье поколение таких чипов. У Intel будет первое, но, уверяют, лучшее в мире по экономичности. Видимо, это была отсылка к тому, что мощные Google TPU греются настолько, что требуют водяного охлаждения. И в продолжение темы экономии всего для рядовых потребителей, в Intel придумали, как еще компактнее упаковать компоненты вычислительной системы ноутбука. Теперь в три слоя. Два слоя процессорных ядер, причем разных, как в мобильных телефонах, мощные и прожорливые для сложных задач, и экономичные попроще для рутинных. А сверху еще и микросхемы памяти. С точки зрения конечного результата, это значит, что электричество все это употребляет меньше, а места для батареи в мобильном компьютере остается больше. Эталонная система собственной интеловской разработки, как говорят, это самая маленькая в истории материнская плата полноценного компьютера. И это, судя по всему, ответ на попытки зайти на рынок ноутбуков компании Qualcomm, главного конкурента Intel и разработчика очень компактных и экономичных процессоров для смартфонов. Рубрика «Хай-Тек» на этом прощается с вами. О новостях из мира высоких технологий я, Ирина Славина, расскажу вам ровно через неделю. До встречи! Гигантский вращающийся ледяной диск стал настоящей туристической достопримечательностью в американском штате Мэн. Этот диск появился, похож при этом на Луну или какую-то летающую тарелку, и появился он на местной реке, которая называется Преспумско. Это похоже на круги на полях, заявил Дуг Берлсман, веб-разработчик, чей офис расположен на четвертом этаже здания, которое находится рядом с рекой, где и образовался этот ледяной диск. По его словам, диаметр круга около 100 метров. То есть я так подозреваю, что он уже задумался на тему внеземного происхождения этого круга. Видимо, именно поэтому утки, которые расположились на этом круге, целыми днями просто вращаются, никуда не сдвигаются. То есть представляешь, что... Может, они прилипли ко льду при морозе? Может быть, они прилипли ко льду. Спасатели еще не проверили. Ну, ты представляешь, как классно. Ты утка, ты поел... И каруселька. И карусель. На-на-на-на-на-на-на, знаешь, и постоянно меняющаяся картинка. Прелесть. Люди ради таких вещей платят огромные деньги в ресторане «Седьмое небо», например, в Москве. Когда вот ты находишься на Останкинской телебашне, и у тебя все это вращается. Тем не менее, Роб Митчелл, который владеет офисным зданием неподалеку, уже уведомил местной власти о появлении вот такой вот ледяной штуки. Тем не менее, отмечается, что этот ледяной диск, вот тут, видимо, то, что натолкнуло на мысль о внеземном происхождении, не спускается ни вверх, ни вниз по реке. Течением его почему-то не сносит. Вот просто на одном месте. Его утки привязали ко дну просто. Им нравится именно в том месте кружиться. Я начинаю немножко переживать за тебя. Утки привязали ко льду. Тем не менее, на одном месте вот этот диск просто вращается. Наши луки не для скуки. Заключенный недавно превратил свое заточение, свой домашний арест, в повод для того, чтобы набрать себе огромное количество подписчиков в Твиттере. Политехнолог из Киева Владимир Петров, которого суд в конце 2018 года приговорил к домашнему аресту, прославился в сети. Да, по приговору суда мужчина должен оставаться дома, никуда не деваться из дома. До 28 января нынешнего 2019 года полицейские ежедневно приезжают к мужчине для того, чтобы сфотографировать его для отчетов. Дескать, дома он никуда не делся. А он придумал необычное развлечение. Каждый день он встречает работников полиции новыми луками, скажем так. То есть каждый раз он одет в новую одежду, которая классно сочетается между собой. Эти снимки он решил публиковать также в Твиттере. На данный момент у него целых 8 тысяч фолловеров. Мне, кстати, понравился его костюм водолаза. По-моему, отлично было. За время домашнего ареста, говорит Владимир, я мог бы потянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс, сделать ремонт. Но нет, мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости. Дважды в день приезжают фотографировать меня контролеры. Я решил их развлечь различными луками. По его словам, ни одна вещь в образах не повторяется. Уникальных нарядов мужчине хватит, даже если домашний арест продлят еще на несколько месяцев. Король обезьян, вот такой вот ник, герой нашей новости в соцсетях, значит, он написал в своем аккаунте. Он написал, еще три дня прошло, порадовал контролеров еще тремя луками. Одежды меньше не становится, фантазии полно, вперед к мировой славе. Вот ведь какой неунывающий. Хайпанул. Вот, ну и при этом какой оптимизм, какая здравая доля, молодец. Всем бы уметь так находить плюсы из безвыходных, причем в прямом смысле слова, ситуаций. Ну, а достанет ли нам сегодня с вами оптимизм, узнаем дальше в гороскопе. Овин. Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявить великодушие и щедрость. Телец. Звезды обещают успех в финансовых делах. Вы сможете справиться с проблемами благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии. День окажется благоприятным для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Близнецы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Рак. Хорошо в этот день вступать в брак, поступать на новую работу, заводить новые знакомства. Если у вас есть семья, постарайтесь уделить ей больше внимания. Впереди серьезные заботы, и вам следует хорошенько отдохнуть. Лев. Прирожденное стремление к лидерству и прекрасные организаторские способности помогут вам удержать единомышленников и союзников в подчинении вашим интересам. Однако во второй половине дня вероятны некоторые трудности. Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Дева. День обретения внутренней независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии, вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Весы. Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей. Скорпион. День неблагоприятный для путешествий, поездок, длительных и дальних прогулок. Вероятны травмы и катастрофы. Если вам не надо быть на работе, посидите дома и развлекайте себя каким-нибудь тихим домашним делом. Стрелец. Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на расположение звезд. И то, и другое имеет свои пределы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить воздушные замки. Звезды указывают, что любые проекты окажутся иллюзорными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Козирог. День обретения внутренней независимости. Способность к импровизации позволит завести новые знакомства или установить необходимые связи. Решительность и непреклонность может войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит искать компромиссы. Водолей. День испытаний и преобразований. Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладание. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. Рыбы. День мира и согласия. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не рассрачивайтесь по пустякам. Рекомендуется коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Вы знаете, есть несколько секретов, как, во-первых, поднять себе настроение с утра, особенно если это понедельник, а во-вторых, как сохранять вот с понедельника какую-то молодость свою. Ну давай, несколько твоих советов ждут. Да, например, как это делает Дмитрий Харатьян. Он лично рассказывал, как-то позвонил, говорит, Дим, ты знаешь, почему я так хорошо выгляжу? Позвонил, понимаешь? Да, понимаю. Так вот, значит, совет первый, как поднять настроение. Вот каждое утро, особенно в понедельник, включайте наш телеканал. Мы тут бубним о всяком интересном. На наш взгляд, это поднимает вам настроение. А еще? Как молодость сохранить? Молодильные яблочки. Правильно, яблоки. У нас их огромное количество. Давайте поддержим местного производителя. А ученые заявляют, что одно яблоко в день – это очень хорошо для здоровья. А еще для здоровья очень хорошо, если вы будете заходить на наши странички в интернете. Новое утро. Телеканал РТР Молдова – это в Фейсбуке. Новое утро.ртр – это в Инстаграме. Заходите. Много всего интересного. Лучки добра вам. За это обязательно придут. Ну, а сейчас смотрим короткую рекламу. Скоро вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. А вот теперь новость, которая зацепила уже меня. Это вам, конечно, не 15 банок пива, которые вливают умирающему. Итак, лунатик сделал предложение своей девушке и забыл об этом. Ну, как так можно? Мужчина пребывал под действием снотворного, сделал предложение, даже изменил свое положение в Фейсбуке. А может быть, на самом деле, это все проделки его невесты, которые надоело ждать. То есть она увидела, что он крепко спит, принял снотворное, нашла кольцо, нацепила на свой палец, зашла в его Фейсбуке. Семейное положение изменило. Да, и все. Если так, то это очень коварно. Это хитро. Это отчаянная женщина. В общем-то, мужчина пребывал под действием снотворного, а именно четырех таблеток, что является немалым количеством. Все дело в том, что он не мог заснуть накануне. И вот так вот крепко уснул, а проснулся почти женатым. Да, правда. Когда парень проснулся утром, он обнаружил на безымянном пальце правой руки своей возлюбленной кольцо. Тут же задумался. Он подумал, а где это его благоверное гуляло ночью? Оказалось-то, что все, уже с ним обручилось. Да, и тут без вариантов. Парень признался, что он не собирался делать предложение еще полтора года. Собирался ли вообще? Большой вопрос, конечно. Но именно в этом была его досада. Нет, он просто... Он очень переживал. Тут как раз все очевидно. Не надо наговаривать на то, что он не собирался. Он просто хотел, он даже купил кольцо. Он подготовился, но боялся. А вдруг откажет. Боялся, может быть. А он еще хотел кольцо получше купить. Вторым его аргументом было то, что он собирался кольцо получше, подороже ей презентовать. А тут такая досада. Взял и подарил то, что было. И что получается? Что он вот такой вот весь застенчивый, а его альтер-эго это такой самец, который проснулся под действием каких-то там, я не знаю, веяний луны. Проснулся, как самец. Взял свою женщину, нацепил ей кольцо на палец, сказал «Знаешь что, дорогая, будешь ты моей женой, я тебя не спрашиваю». Ой, в общем, иногда события выходят из-под контроля. Ну а у нашей Олеси Кайряк все и всегда под контролем. Олеся, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители РТР Молдова. Рада приветствовать вас в начале новой недели. И давайте узнаем, что нам принес этот день. Диаспору приглашают принять активное участие в парламентских выборах. Для удобства находящихся за границей граждан Молдовы Министерство иностранных дел увеличило количество избирательных участков и брюйтений. Проголосовать за рубежом смогут более 625 тысяч наших сограждан. Проект решения принял на заседании Кабинет министров. Согласно постановлению правительства, количество предстоящих к открытию избирательных участков увеличат на 25%, со 100 до 125. На 40% возросло число участков в России. Их откроют в количестве 11. В Португалии и Испании участков станет больше на 25%. На предстоящих выборах их количество составит по 5 единиц в каждой стране. Больше всего участков откроют в Италии – 29. В Румынии их будет 12. Медучел предыдущий опыт, когда проголосовать за границей все желающие не смогли. И количество бюллетеней было решено увеличить. Было повышено максимальное количество бюллетеней, которые будут выданы одному избирательному участку, с 3000 до 5000 бюллетеней. Если посчитать 125 избирательных участков, по 5000 бюллетеней в каждом выходит, что теоретически проголосовать смогут 625 тысяч граждан из диаспоры. Во время заседания правительство объявило и о кадровых изменениях в составе Кабинета министров. Сегодня Минздрав, МВД, Минпросвет и Минсельхоз представляли генеральные секретари, поскольку их главы – Сильвия Радо, Александр Жездан, Моника Бабук и Николай Чубук – выступают в качестве кандидатов в депутаты от ДПМ и в предвыборный период не имеют права возглавлять министерство. В числе кандидатов от Демпартии числится и Кристина Лесник, которая в 2017 году была назначена вице-премьером по реинтеграции. Она также была отстранена от должности на время предвыборной гонки. Масштабную кампанию по предотвращению коррупции запускает молдавская полиция. Работу проведут с правоохранителями и простыми гражданами. Запланированные действия поделили на три этапа. На пресс-конференции, посвященной запуску кампании, глава генинспектората полиции Александр Пынзарь напомнил, что коррупция является преступлением, а сделка совестью наказывается в том числе лишением свободы. Нет коррупции в полиции. По таким лозунгам в течение нескольких месяцев будет проходить кампания по осведомлению населения о недопустимости коррупции в рядах сотрудников генинспектората полиции. На первом этапе будут проведены семинары с самими сотрудниками ведомства. Мы проведем 56 рабочих семинаров с участием экспертов в этой области, мы будем проводить и конкурсы. Вместе с представителями гражданского общества мы покажем, как воспринимается коррупция и как ее можно предотвратить. Также генинспекторат создаст страницу в соцсетях, посвященную теме коррупции, и будет проводить информационные семинары для граждан. Александр Пынзарь напомнил, что коррупционер рискует оказаться за решеткой, но старательность и честность будут награждены. Сотрудники полиции, которые во время кампании будут служить примером для остальных, получат медали. Мы обязуемся оценивать по достоинству тех сотрудников полиции, которые показали свой профессионализм и неподкупность. И мы призываем весь служебный состав генерального инспектората полиции работать добросовестно. Ранее руководство генинспектората наградило медалями 68 сотрудников за целостность и неподкупность. Однако, по данным ведомства, в прошлом году более 70 сотрудников полиции попали под подозрение в коррупции. Продолжаем наш утренний новостной блок. Известному молдавскому юмористу Георгия Урске исполнился 71 год. Свой день рождения он отмечал, как всегда, в кругу близких и друзей, но под прицелом телекамер. После инсульта образ жизни маэстро изменился, но отношение к его таланту осталось прежним. Поклонники по-прежнему восхищаются, а коллеги играют в спектакли по мотивам его пьес. 18 января в доме Георгия Урске гости с самого утра. В прихожей не протолкнуться. Друзья, коллеги, журналисты. На сцене свой день рождения сатирик больше не отмечает. В 2011 он перенес инсульт, который основательно подкосил здоровье и заставил изменить образ жизни. Однако, неизменным осталось восхищение поклонников его талантом. Здоровье ему побольше позитивных эмоций. И чтобы знал, что его не забыли, мы любим его. Он – достояние нашего народа. Именинника завалили подарками. Среди них торт книга его же авторства, а еще вот эти очаровательные хрюшки. Дарить сатирику в день рождения символ года – традиция давняя. Актеры театра Лучафару тоже приготовили сюрприз. Они сыграли сцену из пьесы «Урский тестаментул». Известный молдавский сатирик после окончания в Москве Щукинского театрального училища долгое время работал в столичном театре Лучафару. Играл в постановках, ставил спектакли, писал книги, выступал с концертами. За заслуги в развитии жанра художественной сатиры удостоен звания народного артиста. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. А в завершении утреннего выпуска поговорим по традиционным новостям спорта. Сборная Молдовы по футболу У-17 не оправдала ожиданий. По итогам группового этапа международного юношеского турнира Кубок Эгейского моря она заняла последнее место в группе. В заключительной игре молдавские футболисты уступили сборной Албании со счетом 1-2. На первом месте в группе расположилась команда из Турции, на втором – из Англии и на третьем – из Албании. Но радовали молдавские спортсмены успехами о достижениях отечественных спортсменов и других спортивных событиях в нашем традиционном обзоре. Борец Анастасия Никита одолела вице-чемпионку Азии в рамках чемпионата Индии. Девушка выступала за клуб Хариана Хаммерс из Нью-Дели, с которым недавно подписала контракт. Итог схватки – 9-0. Чемпионат Индии является для Анастасии Никиты этапом подготовки к молодежному чемпионату Европы по борьбе для спортсменов до 23 лет. Турнир пройдет с 4 по 10 марта в Сербии. Молдавская спортсменка является чемпионкой мира среди молодежи до 23 лет и чемпионкой Европы для спортсменов до 20 лет. Впервые в нашей стране промоутерская компания получила лицензию от Федерации бокса Молдовы. Документ предоставляет ей право на организацию спортивных соревнований по профессиональному боксу в пределах территориальных границ республики с обязательным соблюдением положений действующего законодательства и норм установленных Федерацией бокса. Лицензия выдана компании сроком на один год. Новым тренером вратарей футбольного клуба Петра Кубхенчерць стал Василий Кошелев. 46-летний специалист является бывшим голкипером национальной сборной Молдовы, за которую он выступал в периоде с 1992 года по 1999. Он провел в сборной 23 матча, в том числе такие памятные как Грузия-Молдова и Молдова-Уэльс. Девятую победу подряд в рамках группового этапа женской баскетбольной Евролиги одержал клуб УГМК из Екатеринбурга, за которой выступает воспитанница молдавского баскетбола Наталья Виеру. На выезде россиянки обыграли польские полковицы со счетом 69-64. По решению тренерского штаба Виеру участие в матче не принимала. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного начала новой недели. Коллеги, вам слово. Спасибо, Олеся, огромное за утреннюю подборку новостей. Далее в нашей программе попробуем разогнать хмурые мысли с понедельника более легкими интересными новостями. Продолжаем бодриться. С добрым утром и со стартом новой рабочей недели тех, кто только-только проснулся и присоединился к нам. Да, правда, у нас для вас сегодня не самая хорошая новость. Сегодня понедельник. Календарь не врет, но тем не менее, чтобы ваш понедельник был максимально хорошим, задался, так сказать, с самого начала дня. Вот именно для этого тут мы, а именно Таис Розумовская. И Дмитрий Спиваков. Ну и, конечно, вместе с нами приходят и хорошие новости. Сегодня мы расскажем вам о том, как есть бургеры на светском приеме в Белом доме. Расскажем о том, например, как скрасить домашний арест. О том, как спасти от смерти при помощи 15 банок пива. О об изменениях на YouTube и о поющем кишиневском таксисте. 21 января 1954 года с верфи Гроттона американского штата Коннектикут в присутствии президента Соединенных Штатов Америки Изенхаура сошла первая в мире атомная подводная лодка. Видимо, влияние Романа «20 тысяч лье под водой» было настолько сильным, что ее назвали «Наутилусом». А через 8 месяцев она была принята на вооружение Соединенных Штатов Америки. «Наутилус» также стала первой субмариной, которая прошла с Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года. Сегодня 5 стран – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция – используют больше 100 атомных подводных лодок. А первенец «Наутилус» стоит в Гроттоне у мемориального причала. А как звали капитана, догадываешься? Угу. Также сегодня мировая общественность отмечает Всемирный день объятий. Согласно правилам поведения этого дня, сегодня можно обнимать везде, кого угодно, даже абсолютно незнакомых вам людей. Считается, что инициаторами этого праздника являются студенты, которые не только вечно голодные, но и вечно жаждут, судя по всему, человеческого тепла. Именно в этот день парни и девушки обнимают друг друга без всякой интимной подоплеки. Кстати, именно в этот день проводятся различные флешмобы. 21 января можно обнимать кого угодно. И говорят по легенде, что во время объятий люди обмениваются душевным теплом. 21 января 1960 года родился Дмитрий Хратьян. В 1987 году он сыграл в одной из главных ролей в фильме «Гардемарина вперед» и после этого стал любимцем огромного количества девушек и женщин. Хратьяну пачками приходили письма в течение четырех лет. Его называли лучшим актером страны. А вообще есть такое подозрение, что актер этот съел какую-то пилюлю молодости. Вечный. Он абсолютно не меняется за эти годы. Чуть-чуть, но вот последние пару десятков лет так точно. Всего Хратьян сыграл более 90 ролей. И в настоящее время, помимо съемок в кино, он также принимает участие в различных спектаклях московских театров, также выступает с концертными программами, ведет различные телепроекты, сидит в жюри программы КВН, ну и еще во множестве-множестве других развлекательных мероприятий. Ну и в завершении этой рубрики, перед тем, как мы расскажем, кто сегодня отмечает именины, хочу напомнить об одном обещании, которое дала моя коллега Таиса Разумовская. Она сказала, Дима, в следующий раз, когда ты будешь отмечать свои именины, я приготовлю тортик. Я забыла. Итак, сегодня именины отмечают Василий, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий. Поздравляю тебя, Дима. Евгения, Иван, Илья, Михаил и Юлиан. Поздравляйте своих друзей, знакомых, родственников с такими именами, а мы продолжаем наше утро. Тортик где? В следующий раз точно будет, честно-честно. Есть некоторые блюда, которые на завтрак крайне полезны. И есть некоторые блюда, которые моя коллега Таиса Разумовская готовит буквально каждый день. Только по четвергам у нее овсянка, а вот все остальные дни она готовит фритату, которую мы прямо сейчас с вами тоже будем готовить. Фритата – это итальянский омлет, это очень вкусно, очень сытно, очень питательно и весьма вносит такое хорошее разнообразие в обычные омлеты. Приступим. Он делается очень интересно, у нас прекрасный набор продуктов, но, что характерно, можно использовать практически все продукты, которые есть у вас в холодильнике. В чем же особенность фритаты? В том, что сперва овощи, ветчина, сыр, все это обжаривается на сковороде, потом заливается такой вот яичной смесью омлетной, а потом он допекается в духовке. В этом его преимущество. Друзья, все, что есть в холодильнике, годится для фритаты. В принципе, так итальянцы изобрели это блюдо, они собрали все то, что валялось в холодильнике, начали готовить, долго не могли придумать, как же весь этот каламбур им назвать, придумали слово фритата, потому что с итальянского фритата означает бардак. Не знаю. Смели бардак, закинули весь этот бардак в сковороду, в нашем случае у нас вог, ну и обжарили, и получается вкусно. Кстати, ты в чем-то прав, потому что на самом деле фритата это крестьянское блюдо. Я на ходу придумываю, понимаешь, а ты говоришь, что я прав. Это правда, потому что это крестьянское блюдо, и вообще разновидность, допустим, неаполитанской фритаты готовится только с использованием макарон, пасты, то есть и лукопаре. То есть то, что остается, допустим, обеда или ужина вчерашнего, вполне себе используется и для завтрака. Я тебе скажу, что полстраны завтракает фритатой у нас. Это правда. Вот то, что с ужина остается. То заливаешь яйцом. Да, да, да. Получается идеальный вариант завтрака. Это правда. На самом деле это неплохой вариант для воскресного завтрака, если вам никуда не надо, например, на работу и так далее, и так далее, потому что в составе есть лук и чеснок. Да. Если вы хотите все-таки приготовить какой-нибудь вариант фритаты для обычного трудового дня, в этом случае чеснок можно убрать. И да. Кстати, есть еще такая классная штука, как сушеный чеснок. Есть еще, я не помню, как называется, заменитель чеснока. Вкус есть, запаха нет. Прекрасно. Насчет заменителя ничего не знаю. Я знаю, что очень хороший лайфхак такой, это вытащить горькую сердцевинку, которая и дает горечь, и тот самый запах, которого все стремятся избежать. Потом ты складываешь эти сердцевинки, засушиваешь их, и получается прекрасный амулет от вампиров. Это правда. Или же от любовницы для мужа. То есть можно ему давать его с собой, пускай ходит, и чтобы никакая зараза не прилипла, как говорится. Тут на самом деле все зависит от того количества лет, которые прожиты вместе. Это правда. Потому что после 20 лет совместной жизни ни один амулет не поможет. Ну, в общем, оставим досужие раздыма. Ты мне дай, пожалуйста, деревянную лопаточку. Объясняю, что мы делаем пока. Значит, сперва, в первую очередь, небольшими такими маленькими кубиками режем чесночок. И туда же полукольцами добавляем лук. Все это обжариваем, чтобы масло напиталось ароматом. Есть одна маленькая хитрость. Дело в том, что когда вы долго обжариваете чеснок, он начинает немного горчить. Поэтому, если вы хотите, чтобы у блюда была ароматика чеснока, но при этом не было этой существенной горчинки, как, например, в том случае, когда вы жарите картофель по-домашнему, да, вы знаете, что потом бросаете чесночок, аромат прекрасный, но попадается вот на зуб этот подгоревший кусочек чеснока, он горький. Ух, досадно прямо. Поэтому, что вы делаете? Что? Я сейчас, значит, вы разогреваете масло, кидаете туда вот так вот кусочки чеснока, немного их обжариваете. После этого чесночок можно убрать, потому что масло весь вкус чеснока уже впитает. Однако, я такого лайфхака не знала. Хорошо, я буду им пользоваться. Что же будем делать после того, как лук и чеснок обжарим? Добавим туда овощи. Это может быть кабачок цукини, синий. Если вы хотите помидоры, перец, все зависит только от ваших вкусов и от наличия продукта в вашем холодильнике. Я думаю, что одной луковицы нам хватит. Да, может быть, но с другой стороны... Да, давай, давай, одну луковицу. Одну и пальцы. Это да. Мы потом ломтиками режем овощи, тоненькими желательно, для того, чтобы все равномерно прожарилось. После этого натираем сыр на терке. Ну и пока у нас готовятся овощи, обжариваются, мы будем взбалтывать яичную смесь. Опять же, одна хитрость, когда вы натираете сыр. Если вы лицо, которое ответственно за приготовление блюда, в этом случае сыр натирайте смело. Никому не доверяйте, потому что, поверьте, Тасяному горькому опыту, когда кто-то посторонний натирает сыр, он почему-то странно уменьшается в количествах. Это правда. Он испаряется молниеносно. На самом деле, чего стоит, чтобы весь этот набор продуктов вообще оказался в кадре до съемок? Потому что налетает коршун, Дима, и все пытается умять еще до начала съемок. Есть еще одна хитрость, которая связана с сыром. Если вы хотите, правда, вкусный сыр, который будет очень классно украшать это блюдо, обычно итальянцы используют пармезан. Твердый сыр, который как раз рассыпается и так далее. Давай я вытащу чесночок и закину туда лук. Так вот, пармезана, сыр довольно дорогой. Пармезано. Пармезано, извините, пожалуйста. Кстати, в оригинальном крестьянском варианте фритата используется пармезан. Хотя для нашего уха это звучит несколько... Это звучит помпезно и пафосно. Это правда. Поэтому можно использовать чуть более дешевый вариант такого же сыра, Грана Падана называется, в любом магазине есть. Кстати, стоит действительно дешевле, а в принципе... На вкус разницы, поверьте, вы не почувствуете. Это правда. В принципе, это тот же пармезан, который готовится немножко в другом уголке Италии. На вкус он очень похож. Поэтому, правда, вот даже если два куска сыра поставить перед вами, разницы вы не увидите. Ну и к слову о сыре, если уж действительно хотите добавлять его в свою фритату, то можете его выбрать по своему вкусу. Желательно все-таки, чтобы он был твердым. Итак, давай-ка лук туда. И пока он будет обжариваться, предлагаю тебе нарезать кабачок. Кабачок. Кстати, да, можно использовать и цукини. Можно, конечно, без проблем. Однако обычно как? Вы берете какой-нибудь заморский рецепт, видите, там цукини. В принципе, можете смело брать кабачок. Особой разницы на вкус я, опять же, не чувствую. Цукини дороже, но при этом цукини имеют красивый цвет. Это правда. Ну и сам факт того, что ты готовишь из цукини, это всегда... Кстати, я слышала, что... Из цукини это такое блюдо, знаешь, из цукини. Сейчас, кстати, вошло в моду блюдо, паста из овощей. То есть, допустим, чуть-чуть тоньше. Тоньше, пожалуйста. Все должно быть очень тоненько. У нас, у веганов вернее, у нас. Давно? Нет, 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 я еще пока нет. Я еще, как видишь, ветчина у меня лежит рядом, и я не падаю в обморок. Давай проверим. Ах, нет, запах хороший, хороший. Нет, ты точно веган. Потому что не веганы, когда чувствуют с утра на голодный желудок запах, ветчины начинают слегка падать в обморок. Нет, еще... В глазах мутнеет, белеет. В общем-то, делают пасту теперь и из овощей. То есть, представь себе, вот так вот тоненькими такими режут... Есть даже специальные для этого аппараты такие, которые из всех овощей нарезают тоненькие полосочки для того, чтобы можно было их потом отварить или запечь, сделать их соусом. Ну, в общем, все как по классике, но только действительно никаких тебе мясных соусов. Ну и, конечно, если уж вы сыроед, тем более, то вполне себе из овощей паста вам подойдет. Перец, сладкий перец мы нарезаем кубиками, небольшими, ну лишь большими. Все зависит, опять же, от... Аккуратно, пожалуйста. Дима опять свои экзерсисы пытается... Нет, просто если у вас есть детки, которые только учатся обращаться с ножами, выставляйте вот такие вот две колоночки из овощей и делайте вот так. Ого! Я деткам не рискнула бы такое давать, пробовать. Я кидаю туда же? Да, конечно. Или мы еще немножко подобжарим лук? Давай еще чуть-чуть лук удадим. Кстати, я очень люблю, когда лук карамелизуется. Для этого стоит добавить пол ложечки сахара, буквально чуть-чуть, это может быть любой сахар, но он при этом покрывается такой приятной карамельной корочкой и очень вкусно потом. Кстати, да, если вы карамелизуете сахар, можно использовать немножко и сливочного масла, в этом случае будет еще вкуснее. Это так. Так, нам надо скорее отправлять овощи сюда, потому что время бежит молниеносно. Разгревать пока духовку. Да, а мы уже разогрели ее предварительно, она у нас греется. Да, все, отправляем сюда цукини-бачки. Это просто кабачки, да. Просто кабачки. Просто кабачки. И сразу же приступай к синим, тоже их туда отправляй. Тоже туда отправляй. Да, конечно. Они, в принципе, кабачок чуть-чуть быстрее готовится, потому что он более нежной текстуры, но в целом, учитывая, что все это сперва обжаривается вместе, потом запекается, доходит до состояния готовности в духовке, я думаю, что в любом случае все приготовится. Есть у нас к вам, кстати, небольшое предложение. Сейчас у нас возникло практически экспромтом. Судя по всему, у тебя сейчас что-то возникло экспромтом, я боюсь такого. Экспромтом возникает желание съесть ветчину. Давайте сделаем так. Проведем небольшой конкурс того, что обычно на завтрак едите вы. Отправляйте нам свои варианты на нашу страничку в фейсбуке. Новое утро. Телеканал РТР.РТР.Молдова. Либо пишите в директ в инстаграм новоеутро.РТР. Выберем какой-нибудь классный рецепт, приготовим его, а автор самого интересного получит подарок. Хорошая идея. А вот по каким критериям будем выбирать? А вот какой нам больше понравится, тот и выберем. Хорошо. И будем готовить его вместе? Не будем мудрствовать лукаво. Да, и с тобой вместе приготовим. Ой, прекрасно. Так, все, у нас буквально последние приготовительные до яичной смеси моменты, маневры. Мы тут натираем сыр, ну как мы, Дима натирает, я нарезаю ветчину кубиками. А это тот самый рискованный момент, о котором я говорил. В данном случае у нас стоит, соответственно, за приготовление этого блюда, поэтому сыр таинственным образом... Кстати, посмотри налево, налево посмотри. Ага, все, понятно. Вот так это и работает. Ну что же, когда мы все это бросим туда, дадим чуть-чуть пожариться овощам, и после этого будем заливать их яичной смесью. Данный материал содержит элементы рекламы. Пришло время добавить ветчину в нашу фритату. Обязательно. Это пока еще не фритата, это только смесь для нее овощная. Напомню о том, что овощи там любые, то есть, в общем, что хотите, то и делайте. Ветчина уже, в принципе, готовая, то есть ее надо только для аромата. Кстати, а как ты так незаметно помидорки добавил? Помидорки? А вот такая вот я худесница. А, помидоро. Помидоро. Ну все. Помимо этого, помимо этого, мы только что добавили ветчино-ро. Ну раз мы сегодня, да. Цукино-ро и баклажон-но-ро. Баклажон-но. Баклажон-но. Ты как очень говоришь. Главное, прононс правильный. В общем-то, давай. Да, теперь что мы добавляем? Яйцо. Все, теперь уже взболтанная яичная смесь. Там 6 яиц, полстакана молока, естественно, соль, перец. Все, можно лить. То есть, если вдруг в воскресенье к вам приходит футбольная команда, это блюдо самое то. На самом деле, завтрак на несколько человек, на семью, я думаю, что на родителей с детьми очень даже. Так, чуть-чуть распределяем. Сразу же после этого добавляй сыр сверху. Вот прям щедрой рукой, да? Конечно. Все, что ты натер, можешь сюда добавить. А я потом добавлю зеленушки. У нас петрушка, можно добавить укропа, можно орегано. В общем, все, какие травки вы хотите. Вот так вот щедро-щедро сыпь. Так, я понимаю, что вот сыр нам надо еще добавлять. Думаешь? Куда ты делала терку? Я ее спрятала. Надежно. Вечно вы женщина. Так, подожди. Я еще дотру сыр. В общем, друзья, что мы дальше делаем? Рассказываю. Мы дотираем сыр. Да, медленный огонь. Должен быть обязательно медленный огонь, для того, чтобы чуть-чуть успели схватиться края омлетной смеси возле сковородки. Но при этом, то есть 5 минут, где-то медленный огонь, можно под крышкой, можно нет, центр должен остаться еще не пропеченным, таким жидковатым. И после этого мы добавляем, мы ее запекаем, шуфритату запекаем в духовке, тоже на медленном огне. Маленькая хитрость. А ну-ка. У вас остается вот такой маленький всегда кусочек пармезана. Да. Не спешите его выбрасывать или дотирать, обрезая ногти и пальцы вот этой вот штукой. Очень просто. Вы берете вот этот маленький кусочек пармезана и делаете вот так. И просто едите. Я таки думала, а ты предсказываю. В общем-то, все. Пару минут ждем, пока схватится, и будем его грузить в наш духовой шкаф. Ура! Пришло время доставать нашу фритату. Это момент, который... Опа! Чуть не уронил. Ой, зима. Представляешь, если бы я завтрак на всю нашу съемочную бригаду уронил бы. Ужас! У меня прямо под желудки трясутся. Боже, какая она красивая. Что мы сегодня готовили? Мы сегодня готовили фритату. Это итальянский омлет с начинкой. Овощи, мясо, сыр, даже паста. Ну, я имею в виду, макароны туда добавляются. Суть ее предельно, пожалуйста, можешь уже разрезать и порционно выдавать. А я пока быстренько подведу итог. Напомню, как мы все это готовили. Сперва порезали, потушили овощи с добавлением сыра, ветчины. Кстати, ветчину, куриную грудку, что хотите, хоть сосиски добавляйте. После этого мы, после того, как потушили овощи, поджарили, туда добавили яичную смесь взболтанную, 6 яиц, полстакана молока, соль, перец, естественно, по вкусу. Затерли все это пармезаном сверху, посыпали зеленушкой. Это может быть любая зелень по вашему выбору. Ну и, собственно, вот он, сытный, питательный, очень вкусный итальянский завтрак фритата для всей вашей семьи готов. Конечно, не столь быстрый процесс, наверное, это стоит оставить его приготовление на выходные дни, для того, чтобы было вдоволь времени насладиться. Ну а потом зато может вся семья собраться, вкушая это изумительное блюдо. Ну что же. Ну, как говорят, вы знаете, нет ничего многословнее, чем томительная тишина. Поэтому сейчас вкушаем, вам желаем приятного аппетита. Не забывайте, что завтрак должен быть полезным, питательным, что важно. Приятного аппетита. Не так давно мы рассказывали о том, какие изменения коснутся в наступившем году граждан Молдовы. И что же нового нас ждет. Да, и сегодня мы решили продолжить эту тему. Итак, прямо сейчас новости для бизнесменов, экспортеров, курильщиков и бухгалтеров. В нынешнем году правительство, по-видимому, решило никого не оставить без внимания. Новые законы одним пополнят семейный бюджет, а другим, наоборот, разорят. С нового года в республике значительно поднялись цены на табачную продукцию. Сигареты с фильтром подорожали на 4 ле и теперь стоит 25. Поднялась цена и на сигареты без фильтра с 14 до 19 ле. Продажа табачной продукции ниже установленной стоимости грозит штрафом не менее чем в 1000 ле. На вовведения кастулись и политических партий, вступивший в силу новый механизм финансирования из госбюджета, предусматривает дополнительные выплаты тем фракциям, в ряды в которых вступят женщины и молодежь. В Кишиневе с 1 января увеличились местные сборы. Владельцы супермаркетов, магазинов, аптек и крытых рынков теперь будут выплачивать в городской бюджет как минимум на 600 ле и больше. На 5 ле и станет дороже каждый квадратный метр торговых центров. Подорожает и функционирование кафе, ресторанов, салонов красоты, массажных кабинетов, турагентств и гостиниц. А вот для сельхозпроизводителей новости более радостные. С начала этого года Россия отменила пошлины на овощи, фрукты, виноград и винодельческую продукцию. Первая партия яблок накануне уже была успешно доставлена в Российскую Федерацию. Под пристальным вниманием налоговой службы теперь находятся физические лица, совершающие крупные сделки и денежные операции. Речь идет о сумме, превышающей 100 тысяч леев. Данные о покупке автомобиля стоимостью более 300 тысяч леев также будут поступать в налоговую от дилеров и автосалонов. Если же продавцы не предоставят информацию о дорогой покупке, то они рискуют заплатить штраф. А вот на топливо с 1 марта Национальное агентство по урегулированию в энергетике больше не будет устанавливать цены. Этим правом теперь воспользуются владельцы автозаправочных станций, но с учетом маржи не более 10%. Для бухгалтеров вступил в силу новый закон, предусматривающий, что теперь отчеты они будут отправлять по электронной почте или загружать в систему публичного депозитария финансовой отчетности. Автовладельцы смогут избежать уголовной ответственности в случае нанесения травм легкой тяжести в ДТП. Это станет возможным, если пострадавший простит водителя и откажется от дальнейших разбирательств. С начала этого года снизились цены на медицинское обслуживание. От 20 до 100 лев. Некоторые услуги из списка исключили, другие наоборот, добавили. А семейные врачи теперь могут заниматься частной практикой и открывать индивидуальные кабинеты. Для этого необходимо подать заявку в Министерство здравоохранения. Дональда Трампа высмеяли за прием в Белом доме с фастфудом. То есть никаких там вычурных блюд всевозможных. А как же фуагра? А вот видишь, все, на этот раз обошлось без фуагра. На самом деле, на данный момент Дональд Трамп в очередной раз стал жертвой насмешек в социальных сетях. Он устроил торжество в Белом доме для спортсменов, на котором угощал этих самых спортсменов картошечкой фри, гамбургерами и всевозможными наггетцами. Какая прекрасная спортивная диета для спортсменов. А ты знаешь, вот когда они приходят в Белый дом, это же уникальное событие, которое они запомнят на всю жизнь. Могут и какой-нибудь вредности покушать. Все равно потом лишний вес сбросил. Да, спортом, это правда. Прием в Белом доме в честь победителя NCAA, это команда по американскому футболу Клеймон Тайгерс, был запланирован заранее. Однако, из-за шатдауна, который продолжается уже достаточно долго, поваров в Белом доме не нашлось, и поэтому пришлось заказать пастфуд. Как признается сам Дональд Трамп, сначала они думали накормить гостей с салатами, которые бы приготовила сама Миланья. Но после этого что-то пошло не так. Мне кажется, Миланья Трамп в очередной раз покапризничала, топнула. Столько спортсменов, и на всех них готовить нет, не буду. Она подумала, лучше я выйду, вся такая красивая, а то там наговаривают, что у них там типа с Дональдом уже давно ничего нет. В результате было решено заказать огромное количество гамбургеров, наггетсов, картошку фри и пиццу из ресторана быстрого питания. У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много картошки фри, все это наша любимая еда, сказал Дональд Трамп. Ты немножко неправильно это произнесла. У нас есть пицца. Да, да. Нашим вот так, он голосом надо говорить. Это правда, он продолжил, у нас еще много замечательных людей, поэтому я думаю, наша вечеринка состоится. При этом он выразил надежду на то, что всем понравилось, что это им понравится куда больше, чем то, что могут приготовить одни из лучших поваров Америки, которые работают в штате Белого дома. Также он отметил, что все было заказано за его личный счет. Спортсмены, как говорят, что им это угощение очень понравилось, попробовали бы сказать что-то другое. Что им не понравилось. И с улыбкой смотрели, счастливыми глазами. Они же миллионеры, никогда раньше не видели наггетсы. Гамбургеры и картошку фри. И с удовольствием лопали это угощение. В столице появился поющий таксист. Ну, я думаю, что их много, но вот на видео попадают из них далеко не все. Нет, большая часть таксистов являются экспертами в экономике и в политике. В политике, да, безусловно. А тут поющий таксист. Вот это как раз оригинально. Этот таксист не только доставит вас по месту назначения, но еще и песню споет, и настроение вам поднимет. Он просто ураган. Так про него отозвался пользователь, который снял его на видео и выложил все это в интернет. Судя по всему, в момент исполнения песни, которую вы сейчас наблюдаете на своих экранах, пассажир находился на заднем сидении. Вот знаете, что интересно, что пишут под видео. У нас же многие любят какой-нибудь гадости на катаре. Ну, типа, зачем нам таксист, который поет Стаса Михайлова? Да, да, да. Вот как вариант. Так вот, там обычно все, большинство пользователей написало что-то вроде почаще бы таких водителей встречать. Всем бы такого хорошего настроения. Когда мы подбирали новости для сегодняшней программы, я обратила внимание на заголовок. Сперва я, а потом подумала сразу же про Диму Спивакова. Наверняка ты тоже обратил на него внимание. Врачи спасли пациента от смерти при помощи 15 банок пива. Правда, инцидент произошел в одной из больниц Вьетнама. Там мужчину привели в чувство с помощью 4,5 литров пива. По словам главы реанимации, скорая помощь доставила 48-летнего Нгуена Ван Хата в больницу в тяжелом состоянии. Дело в том, что уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз из-за употребления некачественного алкоголя. Доктора приняли решение влить в организм мужчины 3 банки пива по 0,3 литра из-за содержания в нем этанола, который является антидотом метанола. Это помогло, потому что и потому именно в течение следующих 12 часов ему давали еще по банке пива в час. Мне кажется, это прекрасно, когда ты лежишь в больнице, а тебе... Вливают пиво. Причем, вот мне интересно, если он в бессознанке, как его? Ему в капельницу делали? Наверняка, да. Пивная капельница. Ты понимаешь, это то, о чем по понедельникам... После Нового года мечтали все, 1 января. Да, и по понедельникам практически половина населения нашей страны тоже нет-нет подумывает об этом. Все это время, тем не менее, если отставить шутки в стороны, врачи все это время проводили гемодиализ, это очистка крови с помощью специального аппарата от смертельно опасных токсинов. В результате пациенту действительно стало лучше. Через три недели его выписали из больницы, и он полностью выздоровел. Доктор Лам объяснил, что алкоголь может поступать в организм человека в двух формах. Это этиловый спирт и метиловый спирт. Второй, метиловый, представляет смертельную опасность для человека из-за того, что окисляется до ядовитого формальдегида. При поступлении в организм этанола и метанола печень отдают предпочтение обработке этанола. Этим, кстати, и воспользовались врачи, когда выбирали метод лечения. А вот каким новостям отдаст предпочтение наша коллега Олеся Кайряк, сейчас и узнаем, как всегда, утренний выпуск новостей. Олеся, доброго тебе утра. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители РТР Молдова. Рада приветствовать вас в начале новой недели и давайте узнаем, что нам принес этот день. Диаспору приглашают принять активное участие в парламентских выборах. Для удобства находящихся за границей граждан Молдовы, Министерство иностранных дел увеличило количество избирательных участков и бюллетеней. Проголосовать за рубежом смогут более 625 тысяч наших сограждан. Проект решения принял на заседании Кабинет министров. Согласно постановлению правительства, количество предстоящих к открытию избирательных участков увеличат на 25%, со 100 до 125. На 40% возросло число участков в России. Их откроют в количестве 11. В Португалии и Испании участков станет больше на 25%. На предстоящих выборах их количество составит по 5 единиц в каждой стране. Больше всего участков откроют в Италии – 29. В Румынии их будет 12. Мед учел предыдущий опыт, когда проголосовать за границей все желающие не смогли, и количество бюллетеней было решено увеличить. Было повышено максимальное количество бюллетеней, которые будут выданы одному избирательному участку, с 3000 до 5000 бюллетеней. Если посчитать 125 избирательных участков, по 5000 бюллетеней в каждом выходит, что теоретически проголосовать смогут 625 тысяч граждан из диаспоры. Во время заседания правительство объявило и о кадровых изменениях в составе Кабинета министров. Сегодня Минздрав, МВД, Минпросвет и Минсельхоз представляли генеральные секретари, поскольку их главы – Сильвия Радо, Александр Жездан, Моника Бабук и Николай Чубук – выступают в качестве кандидатов в депутаты от ДПМ и в предвыборный период не имеют права возглавлять министерство. В числе кандидатов от Демпартии числится и Кристина Лесник, которая в 2017 году была назначена вице-премьером по реинтеграции. Она также была отстранена от должности на время предвыборной гонки. Масштабную кампанию по предотвращению коррупции запускает молдавская полиция. Работу проведут с правоохранителями и простыми гражданами. Запланированные действия поделили на три этапа. На пресс-конференции, посвященной запуску кампании, глава генинспектората полиции Александр Пынзарь напомнил, что коррупция является преступлением, а сделка совестью наказывается в том числе лишением свободы. Нет коррупции в полиции. По таким лозунгам в течение нескольких месяцев будет проходить кампания по осведомлению населения о недопустимости коррупции в рядах сотрудников генинспектората полиции. На первом этапе будут проведены семинары с самими сотрудниками ведомства. Мы проведем 56 рабочих семинаров с участием экспертов в этой области. Мы будем проводить и конкурсы. Вместе с представителями гражданского общества мы покажем, как воспринимается коррупция и как ее можно предотвратить. Также генинспекторат создаст страницу в соцсетях, посвященную теме коррупции, и будет проводить информационные семинары для граждан. Александр Пынзарь напомнил, что коррупционер рискует оказаться за решеткой, ну а старательность и честность будут награждены. Сотрудники полиции, которые во время кампании будут служить примером для остальных, получат медали. Мы обязуемся оценивать по достоинству тех сотрудников полиции, которые показали свой профессионализм и неподкупность. И мы призываем весь служебный состав генерального инспектората полиции работать добросовестно. Ранее руководство генинспектората наградило медалями 68 сотрудников за целостность и неподкупность. Однако, по данным ведомства, в прошлом году более 70 сотрудников полиции попали под подозрение в коррупции. Продолжаем наш утренний новостной блок. Известному молдавскому юмористу Георгии Урске исполнился 71 год. Свой день рождения он отмечал, как всегда, в кругу близких и друзей, но под прицелом телекамер. После инсульта образ жизни маэстро изменился, но отношение к его таланту осталось прежним. Поклонники по-прежнему восхищаются, а коллеги играют спектакли по мотивам его пьес. 18 января в доме Георгия Урске гости с самого утра. В прихожей не протолкнуться. Друзья, коллеги, журналисты на сцене свой день рождения сатирик больше не отмечает. В 2011 он перенес инсульт, который основательно подкосил здоровье и заставил изменить образ жизни. Однако неизменным осталось восхищение поклонников его талантом. Здоровье ему побольше позитивных эмоций. И чтобы знал, что его не забыли, мы любим его. Он – достояние нашего народа. Именинника завалили подарками. Среди них торт книга его же авторства, а еще вот эти очаровательные хрюшки. Дарить сатирику в день рождения символ годом – традиция давняя. Актеры театра «Лучафорул» тоже приготовили сюрприз. Они сыграли сцену из пьесы «Урский тестаментул». Известный молдавский сатирик после окончания в Москве Щукинского театрального училища долгое время работал в столичном театре «Лучафорул». Играл в постановках, ставил спектакли, писал книги, выступал с концертами. За заслуги в развитии жанра художественной сатиры удостоен звания народного артиста. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. А на данный момент наш утренний новостной блок завершен. Всем еще раз желаю удачного начала новой недели. Коллеги, вам слово. Олеся, спасибо тебе большое за свежую подборку новостей. Ну а что же еще интересного произошло в мире за выходные, расскажем далее. Говорят, что для хорошего пищеварения нужно окружать себя прекрасными видами. Вот, например, когда я принимала пищу в школе, завтракала, у нас в столовой висела репродукция, картины «Грачи прилетели». Я тебе скажу, что у тебя сегодня с пищеварением вообще должно быть все прекрасно. Ты окружила себя прекрасным видом. Ну я бы не сомневалась в том, что ты именно к этому все и сведешь. Но, во всяком случае, это я к чему? К тому, что мы хотим, чтобы вы завтракали под прекрасную программу нашу, ну и под не менее прекрасные рекламные блоки. Ну а мы скоро вернемся. Данный материал содержит элементы рекламы. Я думаю, все мы с вами помним моменты из нашего детства, юношества практически, когда, помните, мы подходили к подъезду, так поднимали голову наверх, закидывали «Игорь, выходи, мы на карусели!» Это я, да, помню. Мама высовывалась из окна и отвечала, что Игорь не выйдет. Он делает уроки. Что он уроки делает. Есть еще один вариант. Не только уроками можно было отмазаться, если, допустим, Игоря не хотели выпускать на улицу. Так, например, сейчас можно было бы сказать, что Игорь не может выйти, зима, холодно, у него куртка заряжается. Да, в наш мир и век высоких технологий действительно можно просто не выйти из дому, не зарядив все свои гаджеты. Я понимаю, что теперь вот рядом с прикроватной тумбочкой, если раньше хватало там двух розеток, одна для ночника, другая там еще для чего-нибудь одного, сейчас надо ставить розеток 15. Почему? Потому что мы приходим домой после рабочего дня, и что мы заряжаем? Фитнес-браслет, айринг, кольцо вот такое вот для пальца тоже заряжаем, часы, планшеты, мобильные телефоны, весы, короче, чего мы только не заряжаем. Куртки тоже, кроссовки теперь тоже надо заряжать. Да, кстати, и одна из ведущих мировых компаний недавно представила новинку кроссовок, умных кроссовок. Во-первых, они заряжаются, во-вторых, шнурки там сами завязываются, ну и в-третьих, эти кроссовки дружат с мобильным приложением. Что же еще интересного происходит в мире высоких технологий, расскажет наша коллега Ирина Славина. Всем привет! Это первый выпуск рубрики «Хай-Тек» в 2019 году, и я, Ирина Славина, готова рассказать вам о том, что нового произошло в области высоких технологий. Совсем недавно в Лас-Вегасе завершилась международная выставка электронных товаров. Поведать обо всех новинках, представленных на мероприятии, время не позволяет, но, на мой взгляд, компания Intel заслуживает внимания. Прежде всего, она продемонстрировала, что по-прежнему является лидером всей компьютерной индустрии. Но, надо сказать, Intel сейчас тяжело. Компания дольше всех мучилась с новым уровнем миниатюризации. И в то время, как все мобильные игроки уже производят чипы на технологическом процессе в 7 нанометров, Intel только объявил 10-нанометровое поколение. Кстати, для тех, кто не знает, миниатюризация означает снижение электропотребления, выделение тепла при той же или большей вычислительной мощности. И здесь Intel испытывает трудности. Однако, компания нашла о чем рассказать. Главный доклад крупнейшего мирового производителя процессоров получился очень скромным по форме и порой удивительным по содержанию. Начать хотя бы с того, что Intel официально объявил о выходе на совершенно новый для себя рынок процессоров для базовых станций сотовой связи. То есть оборудование для строительства сетей пятого поколения. Прямо на сцене показали, как инженерный образец такой базовой станции передает данные со скоростью под 100 гигабит в секунду, в реальном времени раздавая приоритеты абонентам. Например, для дистанционной хирургической операции важна минимальная задержка сигнала. А мобильное устройство с офисными приложениями вполне может и подождать пару десятков миллисекунд. По крайней мере, именно так это выглядело на графике. Впрочем, на самом деле это не совсем новое направление для Intel. Дело в том, что идея вынести сервер из огромного и далекого дата-центра в базовую станцию сотовой связи, то есть поближе к абоненту, это часть самой идеологии сетей пятого поколения. А процессоры для серверов это то, в чем квалификация и опыт Intel неоспоримы. Другой вопрос. Получается, что этот опыт американской Intel портирует в область оборудования для сотовых операторов в тот момент, когда США, а вслед за ними и другие страны западного мира, явным административным образом запрещают своим сотовым операторам закупать оборудование китайской компании Huawei, глобального лидера в этой области. И все это как раз когда сети пятого поколения только закладываются. Еще одно относительно новое направление вообще, и для Intel в частности, процессоры для нейросетей и решения задач искусственного интеллекта. Анонсированный в Лас-Вегасе чип получил имя Nirvana, и разработан он был в сотрудничестве с социальной сетью Facebook. А по назначению, например, распознавания изображений, он очень похож на серию процессоров TPU, которые Google создает для своих дата-центров. У Google вышло уже третье поколение таких чипов. У Intel будет первое, но, уверяют, лучшее в мире по экономичности. Видимо, это была отсылка к тому, что мощные Google TPU греются настолько, что требуют водяного охлаждения. И в продолжение темы экономии всего для рядовых потребителей, в Intel придумали, как еще компактнее упаковать компоненты вычислительной системы ноутбука. Теперь в три слоя. Два слоя процессорных ядер, причем разных, как в мобильных телефонах, мощные и прожорливые для сложных задач, и экономичные попроще для рутинных. А сверху еще и микросхемы памяти. С точки зрения конечного результата, это значит, что электричество все это употребляет меньше, а места для батареи в мобильном компьютере остается больше. Эталонная система собственной интеловской разработки, как говорят, это самая маленькая в истории материнская плата полноценного компьютера. И это, судя по всему, ответ на попытки зайти на рынок ноутбука в компании Qualcomm, главного конкурента Intel и разработчика очень компактных и экономичных процессоров для смартфонов. Рубрика «Хай-Тек» на этом прощается с вами. О новостях из мира высоких технологий я, Ирина Славина, расскажу вам ровно через неделю. До встречи! Гигантский вращающийся ледяной диск стал настоящей туристической достопримечательностью в американском штате Мэн. Этот диск появился, похож при этом на Луну или какую-то летающую тарелку, и появился он на местной реке, которая называется Преспумско. Это похоже на круги на полях, заявил Дуг Берлсман, веб-разработчик, чей офис расположен на четвертом этаже здания, которое находится рядом с рекой, где и образовался этот ледяной диск. По его словам, диаметр круга около 100 метров. То есть я так подозреваю, что он уже задумался на тему внеземного происхождения этого круга. Видимо, именно поэтому утки, которые расположились на этом круге, целыми днями просто вращаются, никуда не сдвигаются. То есть представляешь, что... Может, они прилипли ко льду при морозе? Может быть, они прилипли ко льду. Спасатели еще не проверили. Но ты представляешь, как классно. Ты утка, ты поел... И каруселька. И карусель. На-на-на-на-на-на, знаешь? И постоянно меняющаяся картинка. Прелесть. Люди ради таких вещей платят огромные деньги в ресторане «Седьмое небо», например, в Москве, когда вот ты находишься на Останкинской телебашне, и у тебя все это вращается. Тем не менее, Роб Митчелл, который владеет офисным зданием неподалеку, уже уведомил местной власти о появлении вот такой вот ледяной штуки. Тем не менее, отмечается, что этот ледяной диск, вот тут, видимо, то, что натолкнуло на мысль о внеземном происхождении, не спускается ни вверх, ни вниз по реке. Течением его почему-то не сносит. Вот просто на одном месте... Его утки привязали ко дну просто. Им нравится именно в том месте кружиться. Я начинаю немножко переживать за тебя. Утки привязали ко льду. Тем не менее, на одном месте вот этот диск просто вращается. Наши луки не для скуки. Заключенный недавно превратил свое заточение, свой домашний арест в повод для того, чтобы набрать себе огромное количество подписчиков в Твиттере. Политехнолог из Киева Владимир Петров, которого суд в конце 2018 года приговорил к домашнему аресту, прославился в сети. Да, по приговору суда мужчина должен оставаться дома, никуда не деваться из дома. До 28 января нынешнего 2019 года полицейские ежедневно приезжают к мужчине для того, чтобы сфотографировать его для отчетов. Дескать, дома он никуда не делся. А он придумал необычное развлечение. Каждый день он встречает работников полиции новыми луками, скажем так. То есть каждый раз он одет в новую одежду, которая классно сочетается между собой. Эти снимки он решил публиковать также в Твиттере. На данный момент у него целых 8 тысяч фолловеров. Мне, кстати, понравился его костюм водолаза. По-моему, отлично было. За время домашнего ареста, говорит Владимир, я мог бы потянуть английский, написать книгу рассказов, накачать пресс, сделать ремонт. Но нет, мне нравится сидеть в кресле и страдать, думая о несправедливости. Дважды в день приезжают фотографировать меня контролеры. Я решил их развлечь различными луками. По его словам, ни одна вещь в образах не повторяется. Уникальных нарядов мужчине хватит, даже если домашний арест продлят еще на несколько месяцев. Король обезьян. Вот такой вот ник, герой нашей новости. В соцсетях, значит, он написал в своем аккаунте. Он написал, еще три дня прошло, порадовал контролеров еще тремя луками. Одежды меньше не становится. Фантазии полно. Вперед к мировой славе. Вот ведь какой неунывающий. Хайпанул. Вот. Ну и при этом, какой оптимизм, какая здравая доля. Молодец. Всем бы уметь так находить плюсы из безвыходных, причем в прямом смысле слова, ситуаций. Ну, а достанет ли нам сегодня с вами оптимизм, узнаем дальше в гороскопе. Овин. Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявить великодушие и щедрость. Телец. Звезды обещают успех в финансовых делах. Вы сможете справиться с проблемами благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии. День окажется благоприятным для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Близнецы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Рак. Хорошо в этот день вступать в брак, поступать на новую работу, заводить новые знакомства. Если у вас есть семья, постарайтесь уделить ей больше внимания. Впереди серьезные заботы, и вам следует хорошенько отдохнуть. Лев. Прирожденное стремление к лидерству и прекрасные организаторские способности помогут вам удержать единомышленников и союзников в подчинении вашим интересам. Однако во второй половине дня вероятны некоторые трудности. Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Дева. День обретения внутренней независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Весы. Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьте советам близких людей. Скорпион. День неблагоприятный для путешествий, поездок, длительных и дальних прогулок. Вероятны травмы и катастрофы. Если вам не надо быть на работе, посидите дома и развлекайте себя каким-нибудь тихим домашним делом. Стрелец. Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на расположение звезд. И то, и другое имеет свои пределы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить воздушные замки. Звезды указывают, что любые проекты окажутся иллюзорными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Козирог. День обретения внутренней независимости. Способность к импровизации позволит завести новые знакомства или установить необходимые связи. Решительность и непреклонность может войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит искать компромиссы. Водолей. День испытаний и преобразований. Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладание. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. Рыбы. День мира и согласия. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не рассрачивайтесь по пустякам. Рекомендуется коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Он начинал свою карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес и работал на неприметный мексиканский лейбл Фона Мьюзик. Энрике Мигель Иглесиас Прейслер – испанский певец, автор песен, продюсер и актер. Сейчас Энрике Иглесиас – один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в мире. В его коллекции огромное количество статуэток Грэмми, American Music Awards. За свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил более 40 синглов. 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 с золотыми, общий объем продаж составляет 100 миллионов пластинок. И дело тут совсем не в счастливом случае оказаться сыном знаменитого Хулио Иглесиаса. Не влюбиться в Энрике Иглесиаса. В начале 2000-х было трудно, да что уж невозможно ни для одной девчонки на всем белом свете. Словно издеваясь, он даже споет в своей нетленке «От меня не сбежишь». Вот только самому Энрике пришлось побегать больше всех не за девушкой, боже упаси за славой. Судьба, словно издеваясь, дала ему все – знаменитую фамилию, богатую семью, прекрасную внешность «Абсолютную стопроцентную гарантию» «Синьору Иглесиаса никогда, слышите, даже за все деньги мира, не стать певцом. Я никогда не был бунтарем, просто обычным ребенком. И с самого детства за меня все уже решили». Вершителем судьбы выступил, разумеется, отец будущей знаменитости, великий и прекрасный испанский певец Хулио Иглесиас. В браке с телеведущей Изабель Прейслер он был даже не звездой, божеством. Каждое его желание беспрекословно исполнялось. К моменту рождения Энрики в 1975 году в семье уже подрастали сестра Чебелли и брат Хулио Иглесиас-младший. Догадаться, кто именно был любимчиком, не составит труда. В этом роскошном районе выросли дети семейства Иглесиас. Все здесь буквально, как видите, пропитано роскошью и нескончаемой детской обидой. Пока старшенкова буквально силком за руку тащили в музыкальную школу, кто-то же должен был продолжить карьеру отца, младшенкому не разрешали даже думать в эту сторону. Только и оставалось бедному ребенку, что разглядывать витрины ближайших музыкальных магазинов на вожделенные гитары можно было смотреть, но никак не трогать их. Как это обычно бывает, запретный плод превратился для маленького Энрики в самую заветную мечту. Пока старший брат под присмотром лучших репетиторов учился брать незамысловатые аккорды, младшенький изобретал свой собственный способ создавать музыку. Видишь эту штуковину? Когда-то я не умел играть на пианино. Я брал чистую кассету и записывал на нее любимые песни, а потом влезал в запись и находил пустые дорожки, на которые записывал собственные мелодии. Кстати, к тому моменту и Глессиасу уже давно развелись дети, остались с мамой в Мадриде, а Хулио уехал покорять Америку. Но даже оттуда продолжал влиять на судьбу своих близких. В середине 80-х семейство Глессиас внезапно настигает целая череда неудач. Сначала радикальная организация сепаратистов похищает дедушку Глессиас, требуя за него огромный выкуп. Потом начинают угрожать Хулио и даже его сыновьям. В итоге, чтобы защитить мальчишек, их решено отправить туда, где солнце светит всегда, в солнечное Майами. Последний раз они гуляют по этой площади в Мадриде, в столицу они не увидят долгие 10 лет. Хулио проявляет заботу как может. Например, определяет Энрике в престижную школу с экономическим уклоном. В школе я был несуразным. Со мной никто не общался практически. Под давлением предка позже он поступит в бизнес-институт и будет страшно страдать. При этом о занятиях музыкой не может быть и речи. Отец моментально приходит в ярость, стоит сыну лишь заикнуться. Но в это время рядовой студент-экономфака Энрике Глессиас уверен, он самый несчастный парень на земле. Вот если бы я родился в другой семье, был бы другим человеком. Таким, как мой сосед по комнате Эдди Мартинес, например. Он думал об этом месяцами и внезапно действительно решил стать Мартинесом. И удивительное дело. Этим нехитрым трюком Энрике словно действительно удалось обвести судьбу вокруг пальца. Уже через месяц в его комнате раздаются звонок. Мистер Мартинес компания Phanom Music желает заключить с вами контракт. Вам интересно наше предложение? Это был самый настоящий счастливый случай, который, наконец, нашел своего героя. Вот только, чтобы отец не догадался, первый альбом пришлось уехать писать, аж на другой конец света. Я отправился в Торонто. Мне нужно было записать свой первый материал. И мне нужна была тишина. Я не знал там никого и мог сосредоточиться на альбоме. Совершенно один ежедневно я ходил в студию. Свой первый альбом он называет символично, будто назло отцу Энрике Иглесиас. Он, наконец-то, являет себя миром настоящего и больше не намерен скрываться под чужими личинами. Всего за четыре года его пластинки бьют все рекорды популярности и расходятся многомиллионными тиражами в странах Латинской Америки. Популярность парня настолько велика, что на него даже выходит только, вдумайтесь, менеджеры великого Уитни и Хьюстон. Чтобы предложить совместный дуэт, трек о вечном поцелуе зарабатывает несколько Грэмми и такую же вечную славу. А значит, пора выходить на мировую арену. Начиная с 2001 года, Иглесиас выпускает англоязычные альбомы. Они пользуются бешеной популярностью. Тогда же он знакомится с Анной Курниковой. Подробности этого романа не обсуждал, наверное, только ленивый. А что же Энрике? Похоже, парень все так же помешан на музыке, что так и не нашел время жениться на своей сужиной. Впрочем, им и без этого неплохо. Двое детей, яхты, дома во всех частях света и все тоже непреодолимое желание писать свою музыку. Вот и все. Мы сделали все возможное и все зависящее от нас для того, чтобы ваш понедельник, а именно его утро, было отличным. Главное, сфокусируйтесь на всем самом хорошем и тогда ваша неделя обязательно будет удачной. С вами сегодняшний день начинали Тейс Разумовская и Дмитрий Спиваков. До встречи. Увидимся завтра ровно в 7 утра. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова